Кассета пятая Из области таинственного о душе Страница 420 Образ и подобие Божие в человеке Что имело начало, то будет иметь конец Так обыкновенно говорят Но почему так говорят? Все причины сводятся к тому, что на опыте так бывает Имевшее начало, потом имеет и конец Действительно, окружающее нас представляет большей частью это явление Большей частью, но не всегда Земля явно имела начало Но будет ли иметь конец? Этого опыт не говорит Небо имеет начало, но будет ли иметь конец? Этого опыт не показывает Вообще мир имел начало, но последует ли конец? Этого по опыту нельзя сказать Таким образом, самый опыт, откуда добыто известное правило Что имеющее начало имеет и конец Подтверждает его только по частям, а не вообще Вообще говоря, опыт показывает Что много имеющее начало не имеет конца Если за этим от опыта перейти к умозрению То окажется совершенно противное Надо бы сказать, что все Возымевшее начало Вечно Так как не должно иметь конца Почему? Потому что конец противоположен началу Та же как минус, плюсу, как холод, жару, как тьма, свету Как одно выйдет из другого Это невозможно Тут вообще тот же закон По коему физики утверждают Что тело, коему сообщено движение Вечно должно двигаться в ту сторону Куда двинуто Доколе не встретит препятствия Если бы человек создан был для земли И не продолжал жить за гробом То он вправе жаловаться Что не попеклись хорошо поместить его Зачем ему тогда было давать такие желания и мысли? Зачем не дать то, что нужно для удобства земной жизни? Теперь он может переносить эти неудобства благодушно В чаянии вечной жизни А коль скоро вознаграждения нет То он вправе роптать и обвинять Скажет, ему все дано, что нужно Нет Очевидно, недостает многого Бессмертие никто не может сделать очевидным Правда, но кто может очевидным сделать и не бессмертие? Доказательства материалистов нерешительны Все сводится к тому, что тело умершего и сливает И мы перестаем видеть его Для нас его более нет Но если оно само для себя Этого мы не можем отвергать решительно Уже потому, что не можем видеть, как душа уничтожается Скажет, есть причина подозревать, что Нет, коль скоро не видим Так Но есть причина подозревать, что есть Какая причина? Не только нравственная Даже материальная, например, присутствие Полной души Перед самой совесть смертью Когда тело уже, можно сказать, полуразрушилось Я не был и не существовал А, очевидно, начал быть существую Была какая-то сила, которая вызвала меня из небытия к бытию И которая потом содержит меня до сели в бытии Так как я прежде не был, то могу и опять не быть Но так как не был и стал быть То по опыту уже заключаю, что могу опять прийти в небытие И снова быть вызван той же силой к бытию Это чистая и прямая логика Как же некоторые думают, что я, если потерял бытие, например, смерти То уже потерял его навсегда и невозвратно Тут, по крайней мере, нет логики Кто бы он ни был, но воззвавший меня из совершенного небытия То есть, когда я вовсе не существовал Каким образом не в состоянии воззвать меня из временного небытия В которое, положим, приведет меня смерть Но это чистое предположение Сроднее, по мне, думаю, что Раз получившее бытие должно уже существовать В таком или другом виде Вечно Учение святого Григория Богослова О духовной и телесной природе человека Что такое разумная душа в человеке? Она, рассуждая святой Григорий Богослов Не есть истребительный огонь Потому что пожирающая не может оживлять пожираемое Она не воздух То выдыхаемый, то вдыхаемый И никогда не остающийся в покое Она не кровавый ток, пробегающий в теле И не гармония составных шести организма, приводимых в единство Потому что природа плоти и бессмертные формы не одинаковы Притом, если бы добродетель или порок в людях происходили от соединения стихий То люди добродетельные не имели бы никакого преимущества перед самыми порочными Кроме того, если разумная душа есть гармония частей тела То ее необходимо признать и у животных Так как и у них есть гармония формы и тела По этому принципу выходило бы, что лучший будет тот В ком лучше и совершение гармонии частей организма Наконец, душа не есть какая-нибудь общая, разделенная между всеми и разлитая в воздухе сущность Потому что в противном случае все бы вдыхали и выдыхали одинаковую душу И все живущие на свете после своей смерти жили бы в других Что такое душа? Она по учению святого Григория есть дыхание Божие Или, как он еще выражается, струя невидимого божества Само собой разумеется, что называя так человеческую душу Святой Григорий Богослов не приписывает природе души самую божественность А только выражает ее близость и сродство с божественным Или такую способность и приемлемость ее к божественному По которой она в надлежащем своем состоянии одушевляется или живится духом святым И просвещается сиянием триединого Бога Потому что в противном случае нужно было признать, что душа человека по своей божественной природе Существовала уже прежде его рождения Но святой Григорий отвергает как Пифагорову теорию, метеопсихоза Так и оригеново учение о предсуществовании душ Еще менее можно допустить, чтобы святой Григорий соединял с упомянутыми наименованиями души человеческой Представление о материальном отделении божества Ни о чем он так не старался, как именно о том, чтобы представить христианское понятие о Боге Безусловно чистым и чуждым всяких материальных и ограниченных идей Несомненно, что называет человеческую душу дыханием, струей или частицей божества Великий учитель веры хотел этим выразить Ничто иное, как только особенную близость духовной природы человека к Богу Подобно тому, как очевидно в той же самой мысли Он не затруднился сказать, что ангел есть некоторая струя первого света А человек – персть, соединенная с божеством Но самое лучшее понятие о душе человека Святой Григорий дает, называя ее, согласно с Писанием, образом божества Как образ Божий душа человека, очевидно, должна обладать, конечно, не в абсолютном смысле Свойствами божества Если Бог есть бесконечный дух То и душа человеческая есть существо духовное, а не вещественное Если Бог – чистейший разум То и душа человеческая разумна Если Бог – существо свободное и ни от кого независимое То и душа должна быть свободною Наконец, образ бессмертного Душа человеческая должна быть бессмертною Какова природа человека? Святой Григорий Богослов говорит, что человек совмещает в себе две природы – духовную и материальную Которые при существенном отличии и совершенной противоположности друг к другу Соединены в нем таинственным и неизъяснимым образом Святой Богослов стремился испытующим умом проникнуть в самую тайну связи души с телом И это желание его тем сильнее и томительнее, чем темнее и загадочнее предмет его Но в сознании своего бессилия объяснить его Он проникается глубоким благоговением к творческой премудрости Проявившейся в столь стаинственном сопряжении души с телом И оставляя всякие попытки проникнуть в сущность этой тайны Он только с изумлением останавливается перед ее, по-видимому, непримиримыми и несоединимыми контрастами Кто сотворил так премудро человека, спрашивает он в одном своем слове Кто соединил противоположное, сочетал персть с духом Составил живое существо, видимое и невидимое, временное и вечное Земное и небесное, стремящееся к Богу, но не постигающее его Приближающееся к Нему, но далеко от Него отстоящее Но если для человека непостижимо тайны соединения в нем двух противоположных природ в ее сущности То, по крайней мере, в каком отношении находятся между собой эти природы Насколько можно судить по проявлениям их в настоящем, земном состоянии человека И в чем должна заключаться деятельность человека по отношению к той или другой природе При решении этих вопросов весьма важное значение имеет взгляд на материальные начала в человеке вообще Древнейшее восточное меры созерцания с понятием о материи соединяло понятие о начале злом, грубом и несовершенном Согласно с таким воззрением на материю вообще и в человеке, тело считалось началом злым, причиной всяких недостатков, несовершенств и пороков Отсюда с логической необходимостью вытекало стремление к уничтожению тел, выражавшееся в действительности, как известно, в самых разнообразных способах самоуничтожения Это грубое понятие о материи, как в начале злом, было значительно смягчено к греческой платоновой философии Но оно не было разрушено ею до основания Почти у всех греческих философов материя представляется то активным, то пассивным началом разделения, множественности, изменчивости И вместе с тем источником ошибок, слабости и всякого рода несовершенств в человеке Отсюда, если древнейшая идея самоуничтожения должна была потерять свое значение То взамен ее выступила идея ограничения плоти, стремления к освобождению духа от пагубного влияния плоти Хотя и здесь не закрывался совершенно путь к всевозможным средствам к ограничению и умершлению плоти Но, собственно, христианское воззрение на телесную природу человека чуждо всяких крайностей, как в теоретическом, так и в практическом отношении Тело человека, по мнению христианских богословов, не есть начало злое, но премудро созданный Богом организм духа Поэтому только естественное его ограничение может считаться для него необходимым и быть благодетельным для него Как начало низшее противоположное духу и ограничивающее его в возвышенных стремлениях Оно нередко противоборствует духу и является причиной тех или других ошибок, слабости и недостатков в человеке Отсюда необходимо ограничение и сокращение его посредством тех или других аскетических подвигов, чтобы только подчинить его духу С таким именно воззрением на природу человека мы встречаемся у святого Григория Богослова В этом отношении прежде всего нельзя упустить из виду той разности, какая замечается в воззрениях на данный предмет в различных его произведениях В своих стихотворениях святой Григорий является по отношению к вопросу о природе человека, по-видимому, совершенно иным, нежели в словах Стоит только прочитать те из его поэтических произведений, в которых он кажется двойственной природой человека, касается Чтобы видеть, каким грустным и скорбным чувством проникнут богослов поэт во взгляде на этот неравный и по его воззрению обременительный союз двух совершенно разнородных элементов в человеке Он, по-видимому, не может и говорить об этом союзе инофе, как со слезами и истинным сокрушением, называя его пагубным сопряжением Кто сделал тебя, говорит он, обращаясь к душе своей, трупоносительной истыю? Кто крепкими узами привязал тебя к жизни? Как ты, будучи духом, соединилась с чувственностью? Ты, будучи умом, соединилась с плотью? Ты, легкая, сложилась с бременем Все это противоположно и противоборствует одно другому Как пагубно для меня такое соединение В другом месте святой богослов, говоря о связи души с телом, прямо называет душу светом, заключенным в пещере И вообще, насколько глубоко проникнут он любовью и уважением к своей душе, этому небесному и божественному образцу Настолько же сильно, по-видимому, его пренебрежение к плоти, к земному бремени Он не может иначе и представить себе последнюю, как в постоянном противлении духу Не может иначе и назвать ее, как постоянным и непримиримым врагом духа, его узами и корнем всяких страстей и пороков К тебе обращаюсь плоть моя, взывает он, проникнутый скорбным сознанием тяжелых бедствий, обуревающих земную жизнь каждого смертного К тебе, настолько неисправимой, к тебе, стивому моему врагу и противнику, никогда не прекращающему нападений Ты, злобно ласкающийся зверь, ты, что всего страннее, охлаждающий огонь Или в другом месте Пагубная плоть, черная волна злокозненного царя тьмы, корень разнообразнейших страстей Подруга земного скоротечного мира, противница небесной жизни Плоть мой враг и друг, бренья, грязная цепь, тяжелый свинец, неукротимый зверь Гроб и узы своего царя, небесного образа, полученного от Бога Уже ли ты, окаянная злоумышленница, не прекратишь бесстыдных пороков, не покоришься духу и седине? У вас же меня перестань безумствовать и питать непримиримую вражду к душе моей Но всего яснее и полнее выражен его взгляд на тело человека и вообще двухсоставную природу человеческого существа в следующих словах Не понимаю, говорит он, как я соединился с телом и как, будучи образом Божиим, смешался с брением Это тело, находясь в хорошем состоянии, затевает борьбу, а когда с ним воюет, поражает скорбью Я и люблю его, как сослужитель, и отвращаюсь от него, как от врага Бегу от него, как от узы, и почитаю его, как сонаследника Если я решусь истомить его, в таком случае не будет у меня никакого сотрудника в добрых делах А я знаю, для чего я вызван к бытию Знаю, что я должен восходить к Богу посредством дел Если, напротив, буду щадить его, как сотрудника, то не знаю, как избегнуть его нападений И боюсь, как бы мне обремененному узами, приковывающими к земле, не отпасть от Бога Тело — это ласковый враг и коварный друг Чудное соединение и раздвоение Что за премудрость открывается на мне, и что за великая тайна Быть может, Богу угодно, чтобы мы, будучи его частью и происходя от него Не вздумали гордиться и превозноситься своим достоинством И не пренебрегли творцом Но чтобы в борьбе и брани с телом постоянно обращали к нему взоры И чтобы присоединенная к нам слабость держала в пределах наше достоинство Чтобы мы знали, что мы в одно и в то же время и велики и ничтожны Перстны и небесны, смертны и бессмертны Наследники света и огня или тьмы Смотря по тому, куда направим себя Так устроен состав наш И это, по моему разумению, для того, чтобы, если бы мы вздумали гордиться образом Божиим Земное естество смиряло нас Вот истинный взгляд Богослова на низшую физическую природу человека На ее назначение и отношение к ней самого человека Тело действительно есть ограничение, необходимое человеку для достижения им высшего нравственного совершенства Созданное божественной премудростью С предотвращением возможной в человеке гордости И превозношения с родством и близостью к Богу по его духовной природе Отличаясь существенно от начала духовного, тело совершенно противоположно ему и по своим стремлениям Душа, как элемент небесный, постоянно стремится к горнему А плоть, как нечто земное, обращено к дольнему Отсюда, естественно, должно происходить несогласие и борьба между этими двумя противоположными друг другу элементами человеческого существа Но влияние плоти на дух может и должно быть ослабляемо И по возможности совершенно уничтожаемо единственно посредством различных нравственных упражнений и подвигов Причем, без сомнения, необходимо удерживаться от крайностей Чтобы чрезмерно суровыми подвигами не делать ее неспособной к деятельной жизни И таким образом не лишиться сотрудника в деле нравственного совершенствования и восхождения к Богу Назначение человека По отношению к Богу назначение человека состоит в том Чтобы он познавал своего Создателя и прославлял его Соответственно, этому и Спаситель заповедовал нам Так, да просветится свет ваш перед человеками Чтобы они видели ваши добрые дела И прославили Отца вашего Небесного На эту цель человек, как на самую главную цель человека Указывали древние святые Отцы Церкви Василий Великий Ты сосуд благоустроенный, получивший бытие от Бога Прославляй своего Создателя Ибо для того только ты и создан, чтобы быть достойным орудием славы Божией И весь этот мир для тебя как бы живая книга Которая проповедует славу Божию и возвещает тебе, имеющему разум О сокровенном и невидимом величии Божием Чтобы ты познавал Бога и истины Храни твердо в памяти мною сказанное Григорий Богослов Надлежало, чтобы поклонение Богу не ограничивалось одними горними Но были и долу некоторые поклонники И все исполнилось славы Божией, потому что все Божие Для этого созидается человек, почтенный рукотворением и образом Божиим Иоанн Златоуст Бог дал нам зрение, уста и слух для того, чтобы все члены наши служили Ему Чтобы мы их говорили угодно Ему и делали Ему воспевали непрестанные песни Ему высылали благодарение По отношению человека к самому себе Назначение его то, чтобы он, как созданный по образу Божий С нравственными силами Старался постоянно развивать и усовершать эти силы Через упражнения их в добрых делах И таким образом Более и более Уподоблялся своему первообразу Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный Совершен И святых отцов об этой цели человека ясно говорят Григорий Богослов Мы сотворены на дела благие Чтобы славить и хвалить сотворшего И сколько возможно подражать Богу Василий Великий Устроение тела Твоего есть для Тебя училище А цели, для которой Ты сотворен Ты сотворен прямым для того, чтобы не влачил Ты жизни своей на земле Но взирал на небо и на сущего там Бога И чтобы не гонялся за скотским наслаждением Но согласно с данным Тебе разумом Жил небесной жизнью Златоуст Мы не для того родились, чтобы есть и пить И облекаться в одежду Но чтобы, прияв божественное любомудрие Избегать зла и подвязаться в добродетели Ибо созидая человека, Бог сказал Сотворим человека по образу нашему и по подобию А подобными Богу мы соделаемся не тогда Когда едим, пьем и облекаемся в одежды Потому что Бог не ест, не пьет, не облекается в одежде Но когда блюдем правду Показываем человеколюбие Бываем снисходительны и кротки Милуем ближнего И украшаемся всякой добродетелью Но так как по мере преуспеяния Человеков добродетели Он достигает блаженства Которое есть вследствие добрых дел И награду за них По учению самого Спасителя о блаженствах То можно выражать, что человек Созданный на дела благие Тем вместе создан и для блаженства И что следовательно блаженство составляет одну из целей человека Рассматриваемого по отношению к самому себе И на эту цель человека указывают иногда святые отцы Это же слово приписывается святому Григорию Низкому В другом месте В толковании на Евангелие от Иоанна Святой Иоанн Златоуз говорит о назначении человека Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь И вдунул в нас душу Чтобы мы пользовались только настоящим Но для того, чтобы все делали для жизни будущее Ибо только бессловесные созданы для одной настоящей жизни А мы получили бессмертную душу Для того, чтобы вполне приготовиться к будущей жизни Если кто спросит Какое назначение коней, ослов, быков и других животных То мы скажем, что не другое, как только то Чтобы они служили нам в настоящей жизни А о нас нельзя этого сказать Для нас есть лучшее состояние после настоящей жизни И нам все надо обнаделать так Чтобы там просиять, ликовать с ангелами Предстоять Царю Небесному всегда В бесконечные веки Для того и душа наша создана бессмертною Да и тело будет бессмертно Чтобы мы наслаждались бесконечными благами Григорий Богослов Мы получили бытие, чтобы благоденствовать И благоденствовали после того, как получили бытие И нам верен был рай, чтобы насладиться Нам дана была заповедь, чтобы, сохранив ее, заслужить славу Григорий Низкий Надлежало, чтобы человек создан для наслаждения божественными благами И имел в природе своей нечто родственное с тем, чем будет наслаждаться Потому он наделен жизнью, разумом и мудростью И всеми богоподобными свойствами Ян Дамаскин Как благей Бог сотворил нас не для того, чтобы наказывать Но чтобы мы были причастниками Его благости Затем назначение человека по отношению ко всей окружающей природе Ясно определяется в словах самого трипостасного создателя Сотворим человека по образу нашему и по подобию И да обладают рыбами морскими и птицами небесными И зверями, и скотами, и всей землею И всеми гадами, присмыкающимися по земле Ссылка Несмотря на потерю власти над природой Одушевленной и недушевленной после падения Человек, тем не менее, возвращает себе эту власть над нею Если при содействии благодати Божией достигает святости Вот несколько примеров повиновения человеку природы Неодушевленной животных Святой Ян Креститель, будучи еще младенцем Скрылся от Ирза со своей матерью праведной лесоветой В одной горе Над этой горой выросло финиковое дерево с плодами И когда они чувствовали голод, оно преклоняло ветви свои к земле Чтобы они удобнее могли срывать финики И когда они удовлетворяли чувство голода Оно опять поднимало ветви вверх Скажут, то был Иоанн Креститель, Христов Муж, о котором сам Спаситель сказал Не восставал из рожденных женами больше Иоанна Крестителя Так вот еще несколько примеров Преподобный Ануфрий в пустыне Ему нечем было питаться И вот по молитве его подливой пещеры Выросло финиковое дерево с двенадцатью ветвями Каждая ветвь впитала его плодами в течение месяца А потом делалась бесплодной И это продолжалось тридцать лет до самой кончины угодника Божия Двенадцатый июля Преподобный Иоанники, истощенный постом и молитвой Обыкновенно опирался на посох Но раз посох этот, как-то выпал у него из рук И упал в глубокую пропасть Жаль стало угоднику Божию и такой необходимой для него вещи Но как скоро возвал он к Богу Посох поднялся из пропасти к нему Четвертое ноября При городе Мелетине весной река так широко разливалась Что иногда затопляло много домов Жители обратились к преподобному Акаке С просьбой пособить им в этом горе Акаке взял камень, положил его на берег реки И сказал, чтобы река не разливалась далее камня И река повиновалась его слову Семнадцатой апреля Преподобному Иулею нужно было переправиться Через одну глубокую реку Он разослал по воде свою мантию И на ней, как на лодке, переплыл Куда ему нужно было, употребив свой посох Вместо весла Июнь двадцать первое Что кажется бесчувственнее камней И они слушали святых По слову преподобного Иакова Незибийского Камень распался на счастье, превратился в персть 13 января По слову святого Григория Некисарийского Камень сдвинулся с места Преподобный Антоний Римлянин На камне переплыл из Рима к Новгороду В мире подобные события не только не совершаются Но даже кажутся невероятными А в пустыне они повторялись не раз И кто знает, может быть повторяется и в наше время Только неведомы миру Так природа по воле Бога Всемогущего Служила и служит святым Великие святых угодников До высшей степени Прояснившие в себе образ Божий Богомыслием и строгой жизни Поразительно обладали животными Иногда один взгляд их на зверя Укращал зверскую свирепость Здесь прежде всего должны мы вспомнить о Ное Праведный Ной столь долгое время Был окружен в ковчеге целым царством животных И не потерпел никакой опасности Ни от одного из них Святые употребляли зверей на житейские услуги для себя Например, заставляли их приносить себе воду Сами согревались около них зимой на ночлеге Когда встречались зверей на дороге Звери давали им дорогу И при этом отстранялись иногда в таком тесном месте Что требовалась особенная сообразительность Чтобы разойтись Так со святым Дионисием Это был священник Встретился лев между плетнями Где едва мог пройти человек Без всякой ноши Святой не побежал назад от зверя Зверь же по тесноте места Совсем не мог воротиться или потесниться И вот зверь встал на задние ноги И сделал усиленное наклонение своего тела в сторону Тогда святой прошел мимо Задев зверя своей спиною Звери служили ему после того, как они умирали И как, следовательно, образ Божий Уже не столько живый или ясно отражался в них Например, Антоний Великий Не имел у себя ни лопаты, ни топора Чтобы вырыть могилу преподобную Павлу Фивейскому И вдруг двое проходивших львов подошли И когтями вырыли для мертвеца могилу Святой мученик Неофит с раннего детства Отличавшийся необыкновенным благочестием Раз в юности пришедший в гору Олимпу Вошел там в одну пещеру Где встретил его огромный лев Неофит сказал льву Выйди отсюда и найди себе другую пещеру А в этой мне велел жить Господь И лев тотчас из пещеры удалился Но это пример не единственный И Иоанн Стопник приказал льву Опустошавшему кирекийские окрестности Удалиться из этой страны И зверь удалился Святой Пахомий Великий плавал по рекам на крокодилах Иоанники и Святой Пахомий жили и спали В пещерах ядовитых змей и гиен К мученику Маманту звери собирались целыми стадами И оставались при нем до тех пор Пока не получали приказания разойтись Преподобный Сергий Радонежский Блаженный Серафим Саровский Из своих рук кормили диких медведей Приходивших к ним из лесу Павел Египетский не боялся брать змей-скорпионов в руки А Святой Петр Иерусалимский Раз принес в поле в свой монастырь Двух львенков, взятых им из пещеры львиной А однажды преподобный Зосима Финикийский Отправился в дорогу, взявши с собой осла На которой он обьюсил всю поклажу На дороге встретил его левый Схвативший осла, потащил в пустыню Преподобный Зосима спокойно пошел за львом Настиг его на месте, где он ел осла И обратился к нему с такими словами Что, друг, путешествие мое остановилось Я слаб от старости И не могу нести ноши, которая была на осле Неси же мою ношу до места Если хочешь, чтобы я тебя не беспокоил